В Москве вечер 20 часов, традиционный технико-экономический вебинар. Как видно, как слышно? Так, отлично. Ну, мы сегодня с Алексеем, тот редкий случай, когда ведем вебинары из наших обычных стационарных условий, из дома даже как-то непривычно, не набегу, хотя я вчера только вернулся с Минска, этот месяц был 4 раза, 4 раза был в эко-технопарке, в понедельник опять выезжаю в Минск, так что, друзья, могу сказать, что каждый раз, когда приезжаешь, происходит изменение. Сегодня 7 июня, среда, до эко-феста, друзья, осталось 23 дня, то есть помимо этого будет еще 3 века. вебинара, и, соответственно, после этих 3 вебинаров встреча, друзья, уже будет непосредственно оффлайн, мы с вами все увидимся, мы с вами все пообщаемся, сфотографируемся, обменяемся объятиями, рукопожатиями, потому что это будет очень, как бы, такая, ну и, соответственно, друзья, увидим своими глазами то, что мы, в чем принимаем участие, что мы создали, вот, послушаем отчет генерального конструктора, автора проекта Skyway, это дальше и юницкого, послушаем у нас странных конструкторов, будет очень много сюрпризов, то есть людей, которых вы знаете, но никогда даже не думали, что они в проекте, вот, увидите выступление многих и многих интересных людей, поэтому, друзья, естественно, что это настоящий будет эко-фест, это будет настоящая такая, настоящий праздник именно инновации, настоящий праздник людей, которые едины духом, которые смогли собраться благодаря энергии, энтузиазму юницкого, потому что, вот, здесь был на такой последней встрече, очень интересной с одними инвесторами, они говорят, что нас больше всего поражает сейчас то, что происходит, это даже не то, что 300 тысяч акционеров, не то, что 237 стран, немного, так сказать, это, то есть, это все уже не так поражает, поражает, что Юницкий 46 лет шел к этому, не теряя оптимизма, не теряя терпения, и сейчас это приносит свои результаты, потому что мы просто начали оценивать, друзья, и мало тоже мы об этом задумываемся, это был разговор в Венгрии, когда мы стали считать, что правительство Венгрии в Евросоюзе сегодня до где-то 100 тысяч долларов тратит на создание рабочего места, и может компенсировать предпринимателю, если он создал уверенные рабочие места, то идет компенсация, причем там суммы, друзья, очень такие существенные, очень такие емкие, причем 100 тысяч это не самые большие, которые мы там обсуждали, делали, и мы начали считать, а сколько, не говоря уже прямых рабочих мест, то есть, конструкторское бюро инженеров, которые работают на заводе, это одна часть там, это сейчас в общей сложности где-то около 500 человек, то есть, которые работают вот непосредственно с конструкторским бюро за устроенные технологии, а дальше, друзья, сколько людей сегодня, если взять уже такие инвестфонды, как наш Skyway Capital, как Инвестгрупп, как РСВ, еще ряд компаний, которые сегодня работают уже непосредственно на партнерских отношениях с Skyway, а тех наших активных уже партнеров, которые привлекают сегодня инвесторов, которые выстраивают сегодня эту систему краудинвестинга, финансирования, это уже, ребята, друзья, десятки тысяч людей, которые работают, у которых есть возможность и зарабатывать, и продвигать проект. Поэтому уже сегодня, друзья, можно сказать, что это довольно-таки существенный и значимый проект, не говоря уже о том, что о тех результатах и о тех возможностях, которые мы сегодня делаем и создаем. И прям буквально, друзья, постоянно возникают новости, постоянно возникают новые события. И вот прям буквально за неделю до Экофеста будет очень интересное, значимое событие именно в сфере транспорта, в сфере инноваций. И Skyway именно как проект приглашен туда как один из наиболее ярких представителей сегодня в мире, тех, кто развивает, делает. И мы прямо перед Экофестом, там будет и конференция, проходить все это будет в Праге, если мне память не изменяет, да, в Праге, Чешской Республики. И там будет три дня и форумы, и симпозиумы, и презентации, и еще и награждение определенных номинаций. Поэтому об этом событии, естественно, что мы расскажем более подробно, когда он будет происходить. Я думаю, что будет возможность и включить прямые трансляции, перископы и так далее. И, естественно, на Экофесте это будет тоже очень хорошим таким дополнением, очень хорошим таким фактом того, что Skyway развивается. И это тоже, друзья, абсолютно сейчас закономерно. Я на прошлой неделе, бывая в Экофесте, столкнулся с просто с большими делегациями, наши друзья-партнеры из Могилева. Большое уважение привезли делегацию во главе с губернатором Могилевской области, который приехал, смотрел. Это черный наш представитель Белтранснета. И еще ряд ребят, которые работают, активно сегодня развивают проект. И был, по-моему, мэр Могилева, губернатор Могилевской области. Была очень хорошая такая презентация. Тоже это очень хорошее движение. Признание в Беларуси идет полным ходом. И я потом разговаривал с Анатолием Вечером. Я как раз в это время был уже в Будапеште. Мы встречались с инвестором и проводили такие большие три презентации. Это были в пятницу. Потом у нас была конференция в субботу. И в воскресенье мы также работали уже с отдельными именно фондами и компаниями. Вот. И Антон Товаревич говорит, что только уехал с эко-технопарка, доехал до производства, до Шибанов. Ему звонит главный инженер и говорит, слушай, тут приехал губернатор еще. Он говорит, как он мог приехать, если я только его проводил и поехал в Шибаны? Он говорит, да нет, приехал еще один губернатор уже Минской области. Вместе с помощником президента Лукашенко. Они тоже приехали смотреть. Он говорит, разворачиваюсь, еду обратно и опять заново презентация. Опять таким образом, друзья, уже происходят, реально происходят факты, когда два губернатора сейчас Республики Беларусь в один день, причем не сговариваясь друг с другом, посещают эко-технопарк. Соответственно, для того, чтобы смотреть по помощнику президента, у него есть прямое поручение от непосредственного начальника, то есть от президента Республики Беларусь, изучить, посмотреть, увидеть все своими глазами. Три раза приезжал президент Академии наук Беларуси, тоже для того, чтобы делать заключение. И все это готовится для того, чтобы первое лицо государства именно оценил, Александр Григорьевич Лукашенко, оценил, посмотрел и, соответственно, готовится встреча. Все это, когда произойдет, сейчас сказать трудно. Анатолий Григорьевич сказал, что он попросил, чтобы это все отнеслись за Экофест, потому что сейчас идет плотная подготовка. И еще, соответственно, друзья, мы тоже это не раз говорили. Вы понимаете, что у нас нет абсолютно времени для того, чтобы что-то испытывать, проводить какие-то работы. Все идет с колес. И многие вещи, которые мы с вами впервые увидим на Экофесте, они только сейчас в изготовлении. И окончание по дереву целей, окончание плановых работ именно для демонстрации. Оно идет 26-е, 28-е, 29-е, соответственно, июня. И это, друзья, представляете, насколько жесткий график. Естественно, что для того, чтобы показывать первым лицам государства, для этого надо, конечно, время хотя бы, чтобы все это испытывать, показывать. И только после этого уже проводить такие высокого уровня презентации. У нас сегодня, так как 1 июля определенная дата давно, к этому идет такая планомерная работа, то у нас с вами, друзья, как партнеров, как именно людей, которые в проекте, мы вполне относимся с пониманием, если что-то где-то недоделано или не будет показано. Потому что мы четко говорили, что график и вся программа, что и как будет продемонстрировано, будет определена буквально вот в последний день. Потому что очень много работ сейчас зависят не от конструкторского бюро, они зависят от подрядчиков. Соответственно, это очень такие плановые работы, но не всегда подрядчики все выполняют в срок и качественно. Не всегда получается именно с выполнением реализации работ, которые не зависят и по качеству, и по срокам от непосредственно конструкторов и инженеров Skyway. Поэтому тоже к этому надо относиться с пониманием. Но, как было продекларировано, что юнибайк, юнибус, 14-местный юнибус, 24-местный юнибус, они будут продемонстрированы, в них можно будет посидеть, посмотреть, сфотографироваться, потрогать своими руками. Соответственно, будет продемонстрирована путевая структура, будет на месте наш дедушка Skyway U21 в прошлой жизни, ЗИЛ-31. Поэтому, соответственно, все это, друзья, тоже, все это идет своим чередом и все это идет по плану. Значит, друзья, на прошлом вебинаре, как вы понимаете, это было сделано сознательно, то есть я объявил о том, что по вопросам безопасности, когда массовые мероприятия, 5000 человек, соответственно, собираются в одном месте и надо обеспечить и приход этих людей, и движение по экотехнопарку, потому что, друзья, прошу не забывать, экотехнопарк это все-таки производственно-испытательная площадка. Это не в дальнейшем, когда она будет оборудована уже как офис продаж, то там будет для очень много вещей демонстрации. На сегодняшний момент это прежде всего испытательные стенды. Они проектируются, строятся, создаются, идет испытание и путевой структуры на разных режимах и подвижного состава. И поэтому она не предусмотрена для того, чтобы это демонстрировать такому количеству людей. У нас постоянно сейчас идут делегации, небольшие делегации, там по 5-10 человек. Им показывается в динамике, им показывается и в движении Unibike и Unibus. Но когда соберется 5000 человек, друзья, это требование уже органов правых порядка, принято решение о том, что Unibike и Unibus в динамике, именно в движении, именно 1 июля показан не будет. И поднялась даже какая-то волна, что мы что-то не увидим, что что-то не это самое. Вот это я, друзья, как раз не то что понять не могу, я очень жестко и очень на это реагирую. Если вы только едете для того, чтобы увидеть, как Unibike, для этого ехать не надо. Включайте репортажи и на прошлой неделе, прямо на следующий день, это тоже, друзья, заметьте, абсолютно четкая закономерность и это специально выстроена система. Генеральный конструктор показывает репортажи, где Unibike разгоняется до скорости 85 км в час на участке в 500 метров. Все это демонстрируется, показывается. Если у вас есть сомнения, что это опять какой-то монтаж или подстава, то вы не в той компании, вам здесь делать нечего. Еще раз говорю, что вся открытость есть, на экофесте вы увидите все, соответственно, все вы увидите и ролики, и репортажи, и отчеты, но именно самого движения в присутствии 5000 человек, друзья, не будет. Еще раз прошу на это обратить внимание, что единственная причина того, что не будет показано именно в движении, а будет возможно с ним посидеть, сфотографироваться и потрогать руками. Это только вопрос безопасности, потому что у нас есть сигналы, мы работаем, я уже говорил, с органами правопорядка очень жестко, потому что 5000 человек в таком проекте это значимая цифра для рамок и вообще для масштабов Беларуси. Более того, у нас есть сигналы именно от органов о том, что готовятся диверсии, готовятся провокации и готовятся вещи, которые именно и очернить проект, и сорвать демонстрацию. Поэтому мы не можем предсказать, как и что постараются выкинуть наши друзья, но мы к этому готовы, и исходя из этого, усложнять процесс еще и динамикой для того, чтобы обеспечить безопасность. Соответственно, принятие решения этого не будет. Поэтому все идет в плановой работе, все готовится и безопасность будет на самом высоком уровне, будет очень жесткий проход, очень жесткий контроль с идентификацией, но исключать каких-то эксцессов, конечно, нельзя. Поэтому я думаю, что друзья, все будут ко всем нюансам относиться с пониманием, то есть и к контролю прохода, и к безопасности, и к рамкам металлоискателей. Все, друзья, так, как, соответственно, идет в реалиях нашего времени и реалии нашей жизни. Мы видим все с вами, что происходит по всему миру, мы видим, как сегодня относится и власть к безопасности. Поэтому, друзья, мы живем в этой реалии и мы готовим очень серьезное, массовое именно мероприятие на 5000 человек, в тех условиях, в которых мы живем. Тем более, тут мы об этом с вами много не обсуждаем и говорим, что не все любят Skyway. Есть откровенные враги, есть откровенные конкуренты, те, кто работают против, есть откровенные недоброжелатели, есть уже компании, которые мы знаем, нанятые для того, чтобы и вести информационную войну, и делать диверсии с точки зрения технологические. Поэтому здесь, друзья, это тоже реалии нашего времени, в которых мы работаем. Это нас нисколько не пугает сказать, что от этого есть какой-то шок или опускаются руки. Нет, друзья, это все тоже естественная работа, как говорят, такая народная поговорка, волков боятся в лес не ходить. Мы их не боимся, мы делаем реальную работу и только своей работой показываем реально то, чего мы достигли. Поэтому, если для кого-то сегодня то, что не увидят именно 1 июля, это единственный аргумент для того, чтобы не ехать на Экотехнопарк, у вас есть время отказаться, поменять билеты. Мы к этому отнесемся вполне с пониманием. Я честно могу сказать, вот мне тут когда один уважаемый мной человек позвонил и сказал, что для меня это аргумент, я это воспринял несколько с удивлением, потому что все-таки все репортажи от движения мы видим каждый день, а собраться, пообщаться, задать вопросы юницкому, выслушать конструкторов и своими руками потрогать и юнибайк, и юнибус, и посидеть в 12-24 местном, в 14-местном, сфотографироваться с дедушкой Скайвея и просто пообщаться с людьми, которых мы очень многие общаемся только в интернете оживьем, то я думаю, что это событие для, ну лично для меня, это знаковое событие в жизни, и ставить из-за того, что едет при этом юнибайк на заднем плане или не едет, я думаю, не так важно. Но опять же, друзья, я не показатель, потому что я уже как говорил, за это только месяц был 4 раза на Экотехнопарке, и когда сидишь, общаешься с юницким возле камина, пивая кофе, и в одном окно побегает постоянно юнибайк на испытаниях, в другом бегает юнибус, в окно ты видишь, как идет монтаж путевой структуры для сыпучих грузов, то, конечно, для меня это не такое впечатление, для меня общение с партнерами это на порядок сейчас выше, чем это. А те, кто ни разу и никогда это не видел, конечно, это очень важно, друзья. Мы также, с сожалению, восприняли этот, скажем, факт, что не удастся показать динамики, но из здравого смысла, друзья, мы здесь ничего не можем сделать, и опять же, тут очень многие нам начинают говорить, что давайте там сделаем ограждение, все просто сама планировка и сама расстановка Экотехнопарка, она не предполагает, что мы можем, соответственно, 5000 человек изолировать от движения, потому что, не забывайте, там все и под напряжением, там есть и натяжение в самих струнах, и напряжение в силовых кабелях, поэтому это сложное инженерное технологическое сооружение, и поэтому с учетом того, что делается, поэтому я очень спокойно, вот у меня в перископ пишут, так сказать, это, вот, что давайте организуем так, или давайте, там, решение принято, и оно таким образом будет реализовываться. Нравится это кому-то, не нравится, это не наша прихоть, это реаль нашего времени, поэтому нам есть что показать, нам есть что сказать, и в прошлый четверг, когда на вебинаре мы объявили о том, что день не будет показан на Экофесте в динамике, на следующий день генеральный конструктор продемонстрировал именно уже скоростные характеристики на участке в 500 метров, достигнута скорость 85 километров в час. Юницкий сказал, что еще может быть мы немного добавим, но 100 километров рубеж преодолеваться, целью ставиться не будет, потому что для того, чтобы давать 100 километров скорости и выше, нужен участок хотя бы километровой или полутора километровой длины, поэтому скоростные испытания начнутся только на следующий год, когда эстакада будет построена первые там 3 километра, там она пойдет дальше, а вот на этом участке могут уже проходить скоростные испытания для юнибайка Юнибуса, но и где-то вторая половина следующего года это уже скоростные испытания именно юнилета, который со временем выйдет сразу, выйдет на скорости 300-400, а потом и 500 километров в час. Модель этого юнилета также была впервые продемонстрирована в Индонезии, вы ее все видели, вот, она абсолютно отличается от тех форм, которые мы привыкли видеть, скоростной юнибус или юнилет, вот, а сейчас уже продемонстрированы формы, каким она будет максимально приближена к реальному, хотя это еще не окончательные формы, те, которые будут и продуваться и показываться, потому что окончательная именно аэродинамическая форма, которая будет выведена на испытания, она будет до последнего времени храниться в секрете, это серьезный ноу-хау и показываться она не будет. Вот, это, друзья, уже элементы нашей защиты интеллектуальной собственности и капитализации компании, которую мы действуем, будем двигаться дальше. Также будут показаны элементы, но не полностью стрелочных переводов, потому что это тоже очень серьезное такое ноу-хау, которое нельзя сегодня показывать. Сильнейший удар по проекту, не показать динамику. Ребят, да хватит нести всякую хрень, всякую ерунду, включите сейчас репортаж и посмотрите, как юнибайки, то есть просто пишут, уже после этого, я сейчас буду удалять, ставить в эти, в черный список, потому что когда объясняешь и люди не хотят не видеть, опять же, нам все равно, как вы к этому относитесь, не потому что идет неуважение партнерам, просто те, кто понимают, они могут понять, о чем мы говорим, а те, кто не понимают, с ними бесполезно о чем-то говорить. Поэтому мы объявили, что мы показали репортажи скоростных испытаний, а при пяти тысячах человек динамики, потому что там все будет обесточено элементарно, просто чтобы вы понимали своими, так сказать, если вы не понимаете, о чем идет речь. Потому что безопасности, куда залезет из пяти тысяч человек какой-нибудь сумасшедший, то мы предсказать не можем. Поэтому давайте, так сказать, как бы с пониманием мне просто уже за это время несколько одно и то же говорить. Вот еще раз повторю, что будет отключено все электричество на полигоне, чтобы никакой идиот не залез в высоковольтный ящик. Его не ударило током, а потом мне говорили, что Skyway убивает электричеством людей. Неужели этого непонятно, нет? Или еще раз надо объяснить, когда собирается пять тысяч человек, из которых определенное количество сумасшедших, мы просто делаем технику безопасности. И по технике безопасности нельзя, чтобы ничего двигалось и не было под напряжением. Если после этого еще непонятно, друзья, ну тогда, так сказать, вы не в тот проект пришли, не с теми людьми как бы общаетесь. Потому что тут он один просто исписался там, что так сказать, когда начинаешь объяснять одно и то же пятьдесят раз, начинает, так сказать, как двигаться. Все, поэтому, друзья, все увидите в свое время, увидите и 100 километров в час, и 150, и 200, и 300, и 500. Все, друзья, будет в обязательном порядке. Вот, поэтому, что еще сейчас очень важно, то есть сегодня пойдет как бы волна, сегодня закончился суд с онлайнером, многие сегодня писали, я думаю, что тролли сейчас поднимут под эту полную волну. Судья отказала в иске Юницкому в признании и оскорблении его этой статьей. Вот, сегодня Женя Петров очень хорошую написал на это аналитическую статью, такую очень хорошую, что признали факт оскорбления, но оскорбленного не нашли. Вот, поэтому здесь тоже подход. Обязательно сейчас скинем вам еще ссылки и на саму эту статью, чтобы время прошло, и вы почитали еще раз пасквиль этих, ну скажем, я не знаю, у меня слова крутятся, как я отношусь к этим всем журналистам, к этому желтому, я бы даже не сказал, не желтому, а цвета детской неожиданности журналу онлайн-овскому, вот, который пишет всякую ерунду. Но здесь я могу сказать, что Юницкий сделал очень, на мой взгляд, правильный и красивый жест. 29 июня перед Экофестом будет большая такая пресс-конференция, где будут все каналы центральные Белоруссии. Вот, он в частном обязательно от себя пригласил и этого горя журналистов, и онлайнер, чтобы они пришли, поучаствовали, задали свои вопросы и персонально пригласил их на Экофест, чтобы можно было увидеть, что они пишут и про картонные коробки, и про столбы, которые стоят, и про технологии, которые не существуют, и про лохов, которых обманывают. Вот, чтобы они сами увидели и сами эти люди, которые сегодня приехали и считают себя партнерами, приехали и считают себя сподвижниками, те, которые делают и продвигают технологию, чтобы просто на них посмотреть и им в открытую глаза задать вопрос. Естественно, что, друзья, я на 99,9 в периоде уверен, что такие засранцы не в состоянии открыто выходить людям, не в состоянии открыто задавать вопросы. Они могут только приехать под тишка, сфотографировать и потом написать пасквиль своем, так сказать. Больше эти люди ни на что в этой жизни не способны. Так же, как и еще ряд сегодня деятелей, которые пытаются осквернить или там облить грязью сегодня и лично Юницкого, и проект, и всех инвесторов, которые сегодня идут. Это, друзья, удел сегодня неудачников. Потому что мы сегодня вышли в другую совсем категорию людей. Мы вышли в категорию людей, которые не болтают языком или еще что-нибудь этим языком делают, а они строят и делают и заключают контракты и строят производство, показывают новые машины и двигаются дальше. И тут недавно прислали американский ролик, где сравнивают Skyway с Hyperloop. И Юницкий говорит, что американцы начали уже технологическая передача. И он говорит, что будем отвечать или нет. Я говорю, что Анатолий Дукович, мы вышли из этого возраста, мы вышли из этой ситуации. Когда картинки сравнивали с картинками, когда болтунов сравнивали с болтунами, то трудно было сказать, что мы делаем серьезное дело. Сегодня, когда мы испытываем машины, когда у нас постоянно увеличивается линейка того, что сегодня производится и делается, а после Экофеста в августе, а потом в сентябре вы увидите еще новые машины уже к новым проектам. Это я вам просто уже как горизонт цели открываю следующие моменты, что у нас за июль, за август будут изготовлены еще две очень интересные грузовые машины, под которые конкретно уже готовятся адресные проекты. И это будет идти постоянно. То есть не говоря уже изготовление скоростного, будет постоянно увеличиваться и модернизироваться линейка машин. Так вот, как можно сравнивать реально структуру и подвижной состав, который готовится к испытаниям на 500 км в час, с картинками, которые показывают по компьютеру. Друзья, мы вышли из этой ситуации. Поэтому, когда не было, да, мы вынуждены были терпеть и доказывать, что у нас технологический проект. Сегодня мы можем сравниваться и общаться только с теми, кто делает, кто декларирует и делает, кто может что-то делать. А с болтунами общаться нечем и сравниваться. Когда мне присылают фотографию, когда говорят, как вы относитесь к такой-то технологии, это конкуренты или нет. У меня первый вопрос. Где идут испытания? Если нигде, это не конкуренты. Это очередные, кто рисует проекты в интернете. И мы очень долго были в этой категории, друзья. Никому, как нам это понимать, никому, как юницкому понимать, что такое приходить и на техсовете, на тех чертежах показывать и доказывать состоятельность технологии. Сегодня такой необходимости нет. И более того, я могу сказать, что когда готовится сейчас встреча с руководством страны, приезжал президент Академии наук. Он три раза посетил и сказал, что я в восторге от проекта, я в восторге от этой науки, которая делается. Даже предложил, что тоже очень лестно для нашей научной организации, для юнического лично, как для ученого, он предложил конструкторское бюро сделать структурным подразделением Академии наук. Именно академическим институтом. Это, друзья, это признание науки, это признание того, что, хотя год назад, и эти засранцы из онлайнера на это ссылались, о том, что Академия наук отказала дать статус научной организации ЗАО «Струнные технологии», исходя с того, что там нет науки. Сегодня президент Академии наук такого не произносил. Наоборот, он предложил стать научным подразделением. Так вот, друзья, на сегодняшний момент Министерство транспорта Беларуси дал опять отрицательное заключение. Они сказали, что это нам не интересует, это технологически не проработано, это неинтересный для Беларуси проект. Мы столько раз это уже проходили, друзья, что это даже не вызвало... Более того, когда министр транспорта вместе с вице-премьером были на выставке транспортной недели в Беларуси, он даже не зашел на стенд. Вице-премьер пошел, зашел в Юнибайк, в Юнибус, он даже стоял за стендом и кричал, это жулики, и про них онлайнер все написал. То есть министр транспорта в оценках технологий ссылается на этих засранцев, понимаете? То есть как это еще сказать по-другому? Я тогда, когда у нас в Перископе была трансляция, потом ушел вице-премьер, ну и журналисты подошли, стали задавать вопросы, я говорю, ну как можно относиться к таким чиновникам, которые не вникая в технологии, не понимая с инженерной точки зрения машины, которые приехали с Берлина, где первый вице-президент Сименса был просто в восторге от технологий, начинают ссылаться на мнение какого-то журнала. И добавил такую фразу, что ну поэтому, наверное, периодически такие министры лишаются своих должностей, а мы видели практику, наверное, еще некоторые свободы, потому что оказываются жуликами реальными. Ну тогда там был политик, там многие деятели, которые считают себя большими политическими или там, так сказать, политологическими специалистами, мы вырезали это интервью, а сегодня мы реально подходим к тому, что Юницкий ставит вопрос о компетентности министра транспорта. Ну если человек себя так ведет, если он неадекватно может на это реагировать и не хочет даже вникать в технологию, это человек, который отвечает за транспорт. Можно задать вопрос, а вы компетентны или нет? Может быть тогда давайте хоть дискуссию какую-то организуем, вы хоть приедьте, посмотрите, о чем вы говорите или что вы не хотите смотреть. Вот для того, чтобы сделать заключение, министр, президент Академии наук три раза лично приехал, смотрел и провел очень много времени и в КБ, и на производстве, и лично с Юницким отобщался и сказал, что я восхищен вашим именно научным талантом. А министр транспорта, который отвечает за транспорт, который даже не хочет поехать, посмотреть или вникать, он кто такой? Ну реально можно задать вопрос о его компетентности. Раньше, может быть, такой вопрос бы не вставал, а сегодня, когда можно задать вопрос, чего лишилась Литва, когда обозвав Юницкого шпионам КГБ и мошенникам, они выгнали его из страны и еще парализовали работу, арестовав счета и отобрав землю. Сегодня можно реально построить. Вот мы это построили, сюда идут инвестиции, Skyway сегодня на втором месте по объему инвестиций в Республике Беларусь, после Китая, который строит свой технопарк Белый Камень. Поэтому это реальное уже подтверждение слов. Мы сегодня подтверждаем слова, когда Юницкий едет в Индию, встречается с министрами транспорта, энергетики, с губернаторами, подписываются соглашения, эту работу благословляет Далай-Лама, он встречается еще с рядом очень серьезных людей, встречается в Индонезии на самом высоком уровне. Сейчас готовится целый ряд визитов уже, которые идут именно на первых уровнях. Это, друзья, есть что показать. А что в противном случае? Поэтому здесь, друзья, очень, как бы сегодня такой серьезный, как бы разговор и подход к тому, что и как сегодня делается и дальше будет происходить. И здесь нет никаких иллюзий, друзья. Это, значит, по поводу того, что не все доброжелатели, не все у нас сегодня стремятся продвигать и помогать проекту. Но, друзья, как вы видите, движемся, работаем. Еще два слова... А, тут про колесо до Юнова тоже, друзья, давайте поставлю точки над И, потому что тут я не мог понять, почему мне про это колесо до Юнова на прошлом вебинаре столько задавали. Сейчас понятно стало, что Серега Семенов, который Юницкий позвал для того, чтобы запускать краудинвестинг в Skyway, который на первых этапах пытался здесь что-то делать, сейчас начал продавать колесо до Юнова. И показывает проекты, что самое главное, рассылая эти ссылки по базе Skyway, что является крайне непорядочным, Серега лично обращаюсь. И второе, с точки зрения инженерии неся полную ахинею. Вот, то есть, Серега мне предлагал год назад инвестировать деньги в какой-то Грааль, который вырабатывает вечную энергию, сегодня после Skyway, а теперь он предлагает колесо до Юнова, показывая, что Skyway без колеса до Юнова работать не может. Друзья, сразу давайте оговоримся. Сегодня в мире, зайдите в интернет, продается более 15 миллионов велосипедов с моторком и колесом. То есть, поэтому это уже существует и не один десяток лет. Поэтому принцип обмотки на цветных металлов ротора и статора, который находится в замкнутом пространстве, известен уже 150 лет. Поэтому никакого нового технологического открытия здесь нет. То, что до Юнов сделал определенную конструкцию, которая может быть оптимальна или может быть нет, это вопрос времени, причем прошедшего времени. Потому что то, что применяет сегодня Skyway, это мотор-колесо на редкоземельных металлах, оно на порядок, друзья, еще раз повторю, на порядок по характеристикам отличается от того, что делает до Юнов. Поэтому он в каком-то своем сегменте может быть давать хорошее колесо, но оно не подходит для Skyway. Поэтому сегодня колесо, который, мотор-колесо, который делает сегодня в конструкторском бюро Skyway, оно по характеристикам, по всем параметрам превосходит. Есть один параметр, по которому сегодня оно действительно уступает. Это цена, потому что редкоземельные магниты, которые приходится везти из Китая, они очень дорогие. Но на этот предмет есть программа, и мы в Skyway четко знаем, как удешевить редкоземельные металлы и как мы будем использовать в своих проектах. Дальше только дешевое сырье. Это следующее. Но по крутящему моменту, по количеству оборотов, по весовым и габаритным характеристикам сегодня наши колеса не имеют аналогов в мире. Поэтому прошу закрыть эту дискуссию по поводу того, почему мы что-то не применяем. Все, что возникает самого лучшего в материалах, в информационном обеспечении, в компьютерном, в материалах, связанных с изготовлением подвижного состава и путевой структуры, все это рассматривается и при целесообразности применяется. И дальше все, что будет возникать, мы все будем делать. Поэтому не надо сегодня Skyway припихивать или привязывать к этому вопросу. И второй момент, что лично мне колесо до иного не нужно. Абсолютно. Объясню почему. Я бы купил велосипед или гироскутер с колесом. Поэтому сделайте продукцию, которую можно купить. Я когда хочу купить себе машину, я не прихожу в салон и говорю, продайте мне Toyota, которую я люблю, но хочу поставить туда мотор от Mercedes, потому что слышал, что у Mercedes моторы лучше, чем у Toyota. Это бред. Поэтому нужна готовая, законченная продукция. Поэтому делайте продукцию, выходите с продукцией и если у вас конкурентный на рынке сегодня товар, его купят. Это я вот этим советчикам, которые пытаются сначала присоседиться к одному проекту научному, потом к другому, потом к третьему, а цель одна это собирать деньги и как-то часть этих денег тратить, наверное, на себя. Вот и все. Поэтому, друзья, никакого отношения Skyway ко всем этим проектам не имеет и все, что необходимо у Skyway есть. И больше, более того, у нас есть огромное количество переговоров с Академией наук России, с Академией наук Беларуси, еще с очень многими академиями, где мы рассматриваем обмен научно-техническими разработками и мы рассматриваем варианты, которые будут применяться технологами в разработке Skyway. Это тоже работа, друзья, идет очень планово и очень серьезно. И советы Сереги Семенова для того, чтобы поставить колесо Дуенова в Skyway здесь ни в коем случае не нужны. Я тоже прошу эту позицию очень хорошо понимать и очень хорошо к этому относиться. Поэтому, друзья, я надеюсь, очень четко понял, что если еще раз будут говорить Skyway и колесо Дуенова каким-то образом связаны, еще раз говорю, друзья, никак не связаны и попытка связать это присоседиться на имени Skyway, заработать себе денег. Вот поэтому я могу сказать, что это, друзья, не есть хорошо. Вот поэтому да, эту картинку я вам могу показать и это самое сейчас. Это набережная Будапешта, это сделали наши будапештские и венгельские партнеры, когда мы гуляли по этой набережной, смотрели и представляли, как будет выглядеть. И буквально вот я прилетел и вчера прислали мне эту картинку. Это реальная фотография путевой структуры, это реальная фотография набережной Будапешта. Ну, естественно, что это фотомонтаж. Но это будет со временем реализовано и именно в том виде, как вы сейчас увидите. Буквально, друзья, завершая свое выступление, я передам слово сейчас Алексею, он, как всегда, скажет вам свое очень интересное видение. Я буду уже готовиться к Юни-Скай-вебинару, который в 21... А, тут в перископе просят показать. Ну, давайте, друзья, сейчас пока, когда отключусь, тогда еще вам покажу эту самую картинку. Значит, конференции, которые идут сейчас, друзья, они все больше и больше по профессиональному такому уровню, по составу было 200, там где-то около 40 зарегистрированных, стульев не хватило, то есть еще где-то 30-50 стульев доносили. Зал был абсолютно полный, было 10 лидеров из европейских стран, вот. И я могу сказать, что и доброжелательность, и отношение, которое было, и то, что у нас традиция вошла, каждый зал в европейской, друзья, еще раз, в стране начинается с того, что весь зал встает и декларирует Skyway, а потом мы начинаем работать. Это тоже, друзья, очень такой серьезный показатель, очень серьезная такая доброжелательная обстановка. Еще прошу обратить внимание, я для Вячеслава Куальетом, для вот Андрея, уже говорил, что запись есть в Перископе, Франтишек Солар на европейской конференции для европейских лидеров сделал доклад именно по юридическим сейчас нюансам, которые возникли с компанией ЕРСС-1, потом ЕРСС-2, вот, поэтому прошу прям все это раскидать по чатам, он делал доклад на венгерском языке, а с переводом на русский. Там ЕРСС, это наш партнер с Латвии, работает в Украине, именно в Западной Украине, он делал очень профессиональный перевод, поэтому там нет никаких больше вопросов, никаких аспектов, то есть, еще раз повторюсь, это лидер, который является сегодня основной ключевой единицей по привлечению инвесторов, это самый крупный сегодня и сам инвестор, и который привлекает инвесторов, Словакий Франтишек Солар, это профессионал высочайшего класса, он на европейской конференции для лидеров из Европы делает доклад, и поэтому прошу относиться к этому очень серьезно, потому что он работает и он эту аргументацию доводит, потому что пытаются сейчас поднять, опять же, определенную волну наши недоброжелатели, но все ответы есть, и прошу это все раскидать, сделать, потому что на это надо ориентироваться. Я с большим удовольствием сам прослушал эти доклады и прям я готовился к тому, что все эти вопросы будут задавать мне, что мне придется на них отвечать, но Франтишек снял с меня эту работу и очень профессионально, очень классно на все эти вопросы ответил. Вот, поэтому я могу сказать, что у нас теперь идет целая череда вот этих европейских конференций, они по плотности все становятся больше и больше, это как раз еще одно подтверждение того, что проект становится понятным для европейских инвесторов, проект становится привлекательным для европейских инвесторов, и что мы сейчас видим по статистике, они приходят все больше и больше в проект. Ну вот, друзья, на этом давайте я передаю слово Алексею, вот, я тогда уже отключаюсь, больше я сегодня включаться уже не буду, я думаю, Алексей и скажет свое видение и будет завершать сегодняшний вебинар, вот, но я уже, друзья, могу сказать, что надеюсь и с нетерпением жду 1 июля, 23 дня, когда мы с вами все увидимся, лично увидимся, я каждой аудитории сейчас и на каждой конференции, друзья, просто встречаю партнеров, друзей, соратников, и, конечно, когда у меня вот, на каждой конференции есть люди, которые были на наших первых тех вебинарах, конференциях, 3 года назад, 2 года назад, они, конечно, спрашивают, ну как ощущения, я говорю, честно говоря, я те конференции, вебинары даже не хочу вспоминать, для меня это как страшный сон, когда ты выходил в аудиторию, и первый вопрос, который тебя задавали, что вы же мошенники, вы же всех обманываете, вот, сегодня, друзья, когда встречаешься и видишь, и есть что показать, и вся презентация начинается с того, что я показываю ходовые испытания, скоростные, юнибайка, юнибуса, показываю завод, а потом начинаю уже говорить о прошлом. Это, конечно, совсем, совсем, друзья, другой подход, и вы сами увидите и почувствуете, как изменилась ситуация, и кто был на прошлом на кофесте, и кто будет на этом, вы увидите, но и здесь, друзья, я думаю, что мы с вами обязательно помечтаем, представляем, какой будет следующий экофест через год, друзья, я, конечно, просто в предвкушении того, что этот экофест, а следующий, я, друзья, так как я всегда, как прикладной футуролог, работаю в будущем, я всегда уже хочу на тот, уже не на этот, я про этот все знаю, я уже был там десятки раз, я уже все видел, я хочу побывать уже на следующем экофесте, который будет через год. Ну все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, передаю слово Алексею, вот, строй Skyway, спасай планету. Благодарю, Сергей Анатольевич, ну, дорогие друзья, сегодня большая часть вечернего вебинара была сделана Сергеем Анатольевичем, потому что, ну, действительно, эмоции переполняет, после конференции в Братиславе я расскажу свое видение, свой взгляд, именно вот как спикер со стороны, то есть мы там с Виктором Бабуриным выступали, ну, не по 30, не по 40 минут, ну, минут 10-15 мы выступили. И даже через экран монитора чувствовалась вот эта энергетика, чувствовалась синергия, мое любимое слово, и действительно вера в проект, то есть зал был действительно очень живой и очень здраво оценивал всю информацию, которая давалась, и я могу сказать, что совпадение это или нет, но мы обязательно это проанализируем, но у нас резкое увеличение инвестиций именно в первые месяцы, и что-то подсказывает, что, возможно, это как раз-таки европейцы после услышанной информации, начали инвестировать, не побоюсь этого слова, как бешеные, в хорошем, естественно, смысле этого слова. Ну, а я хотел бы остановиться, дорогие друзья, больше сделать комментарий на репортаж, на репортаж именно по скорости Юнибайка, и многие люди задавали мне вопрос, то есть я на дневном вебинаре говорил, что многие интересовались, почему мы делаем в замедленном режиме, почему не показать реальную скорость, и, дорогие друзья, вот когда наступает время, соответственно, уже можно показать и в реальной скорости абсолютно пролетающий, действительно проносящийся Юнибайк со скоростью 85 км в час. То есть я рекомендую всем вот это вот видео, которое мы включали перед вебинаром, и сейчас я его еще в чат сброшу, обязательно его сохраните, и сохраните его прямо на телефон. То есть я объясню, чтобы скачать видео, нужно поставить 2С перед Ютуб, то есть вот вторую ссылку открывайте, скачать как, не нужно никакие скрин-серверы, скачивать, сохраните на телефон, перепишите, не поленитесь, потому что я испытал буквально вот когда у меня идея-то появилась, буквально холодные контакты, чуть ли не знакомство на улице с людьми, но я думаю, что у всех активистов Skyway нет никаких проблем с коммуникацией, когда просто заинтересовываешь человека и показываешь это видео буквально чуть больше 10 секунд, говорит, что вот как бы у меня не столько много времени, раз уж мы встретились, посмотри в начале это видео и просто скажи, интересует тебя инвестиция в этот проект и помощь этому проекту и совладение частично этим проектом, хотел бы ты развивать этот проект. Ну, естественно, у человека два варианта, бинарный код, то есть либо да, либо нет, и после этого видео многие будут говорить, что ну давайте, давайте пообщаемся, давай пообщаемся, интересно, расскажи, что же такое Skyway. И дальше идет краткая презентация. В конце задаете вопрос вообще, ну как тебе в целом информация, ну и соответственно говорите о том, что условия, говорим чистую правду, то есть если не знаем, что говорить, говорим правду, передаем эмоции и соответственно вот я тоже по реакции в чате, в чатах своих и Слава тоже отметил именно эту фишку, я не знаю почему никто ее еще не использовал и я думаю, что сейчас начнет дублицироваться эта фишка, это также увеличение наших инвестиций, в будущем мы сделаем видео и юнибуса и если сейчас 85 километров в час разогнался уже юнибайк, он легко и поверьте мне, вообще без всяких проблем разогнался бы и 120 километров в час декларируемая скорость юнибайка, но глупо разгонять его на участке 500 метров, если бы был по один километр хотя бы или полтора километра, то можно было показать, но дорогие друзья, вот те, кто мне писали и говорили, что вот после такого видео, когда будет показана скорость, когда именно хронометраж будет замерен и спидометр будет делать действительно показания, снимать показания скорости, пойдут крупные инвестиции, никто так, как говорится, не тянул вас за язык, но это естественно останется на совести тех людей, которые это говорили, на самом деле это самоотмазки все, искать какие-то причины, аргументы, почему бы не пойти к крупным инвесторам, наши европейцы уже давно это делают и я думаю, что вообще стоит воспринимать тот факт, что у нас в неподвижном стационарном движении будут находиться юнибайки, юнибайки, я по Фрейду уже говорю, юнибайки, то есть должно быть уже много юнибайков, потому что в будущем у нас будут миллионы, десятки миллионов юнибайков и соответственно юнибус будет также в неподвижном состоянии, это наоборот хорошо, потому что те люди, которые едут на экофестиваль и увидят это с максимальной техникой безопасности в обесточенном режиме, но получат те эмоции и соответственно приедут в свои страны и начнут развивать, эти все эмоции они будут переданы, а у нас в начале вообще развивался бизнес каким образом, я помню еще гостиницы университетской, все рассказывали на сцене истории, почему они пришли в этот проект и как ни странно, мало на тот момент было людей, которые задумывались о дивидендах, естественно какие-то корыстные меркантильные цели мы все преследуем и хотелось бы и вернуть свои инвестиции, вернуть с лихвой, но дорогие друзья, есть множество инвестиций, ну не то что множество, не то что тысячи, сотни, но есть инвестиции, которых можно хорошо заработать, это тоже самое и цифровая экономика, то есть я вот изучал, смотрел, есть проекты, которые в прошлом году я себе инвестировал в человека несколько тысяч долларов, в этом году он стал бы как минимум обладателем сотен тысяч долларов, максимум это миллионер долларовый, но дорогие друзья, это все марафонцы, точнее это все спринтеры, а мы марафонцы и посмотрим на самом деле кто выдержит этот марафон, марафон именно состоятельности, ценности продукта и как будет оценен продукт через 5, 10, 15, 20, 25, 50 лет, я люблю эту градацию, потому что действительно у нас есть стратегия на весь этот период и дорогие друзья, вот то, что было продемонстрировано 85 километров в час, это действительно стоит дорогого, потому что вообще эта скорость была продемонстрирована не только чтобы продемонстрировать, а чтобы измерить шум в том числе, то есть шум 75 децибел, 60 децибел это трамвай и вот если сейчас два человека примерно с такой же громкостью голоса, как я, начнут вступать в диалог, то это будет вот примерно такое воздействие шума, то есть это вообще ничего по сравнению с современными железными дорогами, ну и соответственно также порадовала плавность кода 2,5, вы все это можете посмотреть в репортаже, в доказательство словам-то я всего лишь комментирую, транслирую, для тех, кому лень посмотреть, для тех, кто не понял, 2,5 раза, 2,5 коэффициента плавности кода, это очень серьезный коэффициент, потому что он более существенный, чем в современной железнодорожной промышленности и в современной авиации. Если кто-то скажет и будет спорить со мной по поводу плавности кода самолетов, ну поверьте уж нам на слово мы немало летаем и в конце этой недели я снова в Словакию на конференцию отправляюсь, потому что там я не передал то, что действительно прочувствовал и можно часами говорить о выставке в Индонезии, потом также часами о выставке в Индии, о результатах, о тех намеченных планах, которые уже есть в замыслах у ЗАО «Струнные технологии» и естественно в первую очередь будет на этом строиться мое выступление и далее мы уже всей командой, директорским составом, членами управления отправимся в Минск для подведения итогов за определенный период и намечивания уже дальнейшей стратегии, которая нами уже была намечена и мы будем уже это все рассказывать и показывать топ-менеджменту головной компании. И дорогие друзья, я могу сказать, что сейчас мы действительно побиваем все рекорды именно по привлечению инвестиций и в следующем периоде, то есть после Экофеста, многие страны присоединятся, которые сейчас не развиваются. То есть это и Вьетнам, Индонезия, можно так сказать, стоит и пока ей можно инвестировать и финансировать Эко-технопарк, чего не скажешь об Индии, к сожалению, но к счастью для общего успеха развития нашего проекта, потому что сеть из людей, краудинвестинговая система и сеть из адресных проектов, если они будут соприкасаться, это, знаете, как может возникнуть короткое замыкание, если сравнивать с физикой, соответственно, нужно выстраивать правила и действительно это очень осторожно, постепенно вводить, делать, ну и, соответственно, система безопасности, система защиты, чтобы не было короткого замыкания при взаимодействии этих двух разных направлений, действительно нужно выстраивать с умом и закладывать юридические основы, и чтобы не получилось так, как получается часто много раз и всегда в разных ситуациях, когда мы говорим, что хотелось как лучше, а получилось как всегда. И, дорогие друзья, я могу сказать, что в Индонезии сейчас Евгений Кудряшов уже это расскажет на ближайшем телемосте, то есть какие у нас платежные средства по Индонезии вводятся, постоянно переводятся на новые языки, то есть вот нидерландский, румынский был переведен, сейчас также активно подключится в Вьетнам и несмотря на ту ситуацию, что нельзя выводить денежные средства из страны, нашли решение и мы с Сергеем Анатольевичем, ну как минимум Сергей Анатольевич поедем уже в Европу в 20-х числах, чтобы встречаться с там живущими вьетнамцами, то есть это где-то 20-25 мощнейших лидеров, ну для сравнения, чтобы понятно было, эти лидеры в некоторые проекты вкладывали по полмиллиона долларов просто как сходить за хлебом. И вот такие вот команды, они сейчас приходят в проект. То, что мы говорили про миллионы долларов от Европы, этот процесс, он движется и когда придут первые транши, мы обязательно об этом сообщим. Я у Франтишика Солара поинтересуюсь и он сказал, что уже точку назначения, точку именно отправления средства прошли и вышли из той юрисдикции, из которой долго и давно не могли выйти. Это не может не радовать, дорогие друзья, потому что это будут инвестиции не просто, там допустим один месяц и все, больше не придут, но это будет несколько месяцев длиться этот процесс. Почему? Потому что так совпало, что Франтишик, и кстати это тоже вот можно сравнить и с мистикой несколько, и действительно с такой вот радужной мистикой, когда у Франтишика были сложности и непонимания именно вот по поводу определенной программы, которая позволила привлечь инвестирование, финансирование подобное на его проект промышленный и естественно он закладывает в качестве инфраструктурной транспортной основы только SkyWay и были сложности, уже отчаивался Франтишик и потер просто вот Республику Беларусь, все потрите обязательно нулевой километр, нулевой километр не боится того, что он вытрется и как-то станет более тусклый, потому что чем больше его трешь, тем больше он действительно блестит. На солнце, я могу сказать, подторжение очень сильное и особая энергетика там присутствует наверняка, потому что вот проблемы Франтишика быстро решились и он уже потом нам позвонил, сказал, что вот все решилось, возможно это и я верю, это то, что вот несколько дней назад я потер именно Республику Беларусь на нулевом километре. И, дорогие друзья, это не мудрено. То есть в этом суть нашего проекта, что погода хорошая, куда мы приезжаем. Я не удивлюсь, что будет яркое солнце, жара, лето в Братиславе и в Банской Быстрице. То есть это для меня вот очень примечательное место, потому что с этого небольшого региона, не менее крупной страны, всего лишь 5 миллионов людей, я для сравнения Джакарта одна, это 10 миллионов людей, больше 10 миллионов Дели тоже около того, еще больше, естественно, транспорта. И вот эта страна действительно много месяцев держалась на пьедестайле на первом месте по привлечению инвестиций. Ну, это говорит о многом. Это говорит о том, что действительно как вот 300 спартанцев, небольшая страна может вытягивать проект и большая работа нас всех общая, потому что действительно Франтишека на начальных стадиях заряжали и вебинары, и то количество людей. И сейчас мы в скором времени будем переходить на систему, что вот эти вот международные вебинары, они превратятся... Кстати, немножко вам открою секрет. Готовим английского спикера. То есть я лично и Сергей Анатольевич, в первую очередь Сергей Анатольевич, потому что замечательная, интересная девушка будет, как мне Сергей Анатольевич описал, я лично это не видел, не знаком. Международный юрист, очень талантливая девушка, будет переводить на английский. И в будущем я думаю, что она будет уже вести презентации сама, потому что в таком цейтноте, к сожалению, я могу делать только редкие презентации на английском, то есть вот как для индонезов перед выставкой какой-нибудь, но нам нужен уже человек, вроде как нашли. И на всех языках мы будем транслировать новости и репортажи, которые будут происходить на этих вебинарах, они будут моментально переводиться и, соответственно, вся эта информация будет уходить уже, так скажем, в скайп-прессу. То есть без какого запоздания будут видеть и все впитывать иностранцы. И не будет такого, что через несколько дней появился перевод новостей. И я могу сказать, дорогие друзья, немножко остановиться на том, что произошло. Я эту сферу, честно скажу, прямо рою и очень неплохо уже в этом разбираюсь, то есть блокчейн и так далее, криптовалюты, все вот это направление. И Виталик Бутерин, недавно вот именно руководитель Этериума, руководитель именно вот крупнейших криптофондов, приехал на Питерский экономический форум и потом сразу пошли новости, что Владимир Владимирович Путин заболел болезнью именно цифровой экономики. Но, дорогие друзья, я хотел бы сделать ремарку. Вот эта цифровая экономика, насколько все это я изучаю, это достаточно такое приближение, это очень серьезное. Вначале был бум Доткома, потом, соответственно, ипотечный пузырь. Вы помните, чем это все закончилось? Это закончилось именно взрывом, причем чреватым для многих людей, для многих именно среднего класса, низшего класса. Богатые-то они так как бы в шоколаде, как всегда. И многие люди потеряли свои сбережения. Так вот, в этой цифровой экономике, которая сейчас зарождается, тоже люди уже теряют сбережения и будут терять еще больше, когда настанет пора и очередь, что нужно будет как-то синхронизироваться с реальным производством, с реальной инфраструктурой, с реальными проектами и, соответственно, показывать реальную добавочную стоимость, реальный вновь генерируемый ВВП. Вот тут я могу сказать, скорее всего, у всех этих ребят не будет ответа. У нас есть ответ, который мы сейчас не доносим ни до кого. Потихоньку общаемся, выбираем лучших, как я думаю, что вы привыкли, что Skyway действительно работает с лучшими по миру и ведется отсев самых лучших команд по адресным проектам. И, соответственно, вот в этом направлении также мы будем сотрудничать только с лучшими. Очень большая аналитика и я вот лично по себе могу сказать, что мозг просто пухнет, но сейчас уже все укладывается, синхронизация, как, что делать. Дорогие друзья, получаются ответы сформировать и вот тот мозговой штурм, который у нас по футурологии Сергея Анатольевича в прошлом году был и многое выстроилось. Сейчас вот мы немножко в другом аспекте мозговые штурмы проводим. Я могу сказать результативно и плодотворно. Но к чему это приведет, я думаю, что все мы увидим. Естественно, это приведет к новым способам, к новой методике и привлечении инвестиций и капитализации нашего адресного проекта. И, соответственно, я думаю, что придем к тому, что Анатолий Эдуардович еще закладывал в 88-м году еще до всяких именно нововведений в виде биткоина и так далее. И вот весь этот криптомир празднует день пиццы, так называемый, когда в первый раз за биткоин пиццу. Анатолий Эдуардович еще в 80-х годах, и я не раз просил, и обязательно Анатолий Эдуардович найдет этот именно раздел эко-мира, где он говорил об электронных деньгах. Когда не было ни микропроцессорной электроники, ничего. И, дорогие друзья, у нас также есть ответ, кто об этом говорил, зачем об этом говорил, и, собственно, как мы собираемся с этим взаимодействовать, именно говоря про Skyway, реальную экономику, реальное удвоение мирового ВВП с помощью даже десятка адресных проектов можно сформировать сумасшедшую капитализацию, и эти проекты ясны. То есть, один сибирский холод, чего стоит одно месторождение Боливия, Таван Талгой и так далее. Все это вы неоднократно слышали. И это лишь такие вот именно киты. Будет еще множество адресных проектов, которые будут развиваться. Ну, я люблю такое сравнение, как когда-то первый оптоволоконный кабель был протянут. Сейчас миллионы километров зарыты под землей этих кабелей для того, чтобы доставлять высокоскоростной интернет даже в деревне. И сейчас это колоссальный рынок. Ну, а у нас, дорогие друзья, у нас вообще объединенная унифицированная система. То есть, внутри струны будут и оптоволоконные кабели, и нефтегазопровод, если захочется, и все виды радиочастотных, цифровых сигналов. И будет оболочка. Оболочка, которую делают обычно отдельно, даже для специальных зашифрованных передач. То есть, вот даже вот как-то на вебинарах, как мы отмечали в Китае, примерно на 100 километров была проведена именно криптографическая сверхзащищенная сеть для передачи из одного банка в другой, из одного города в другой. А у нас будет строиться логика, что это будет также включать наша струна. Ну, и я могу сказать, что не пугайтесь на видео, которое вы будете смотреть. Еще раз рекомендую пересмотреть какого-то шума, подносительного. То есть, наш юнибайк пока что не как ниндзя бесшумный, но я могу сказать, что настанут такие времена, когда мы уже будем в поточном производстве, в промышленных масштабах делать действительно абсолютно ровную, гладкую струну. Вначале это будут делать с помощью специальной отложенной технологии, потом это будут делать уже роботы. И это будет уже совершенно другая история по шуму, который будет исходить под проезжающего юнибайка. И это будет совершенно другая ситуация по той технологии, которая сейчас применялась для создания вот этих первых, чтобы показать первые 500 метров над землей транспорт второго уровня. То есть, это по сути такая труба, труба, в которой преднапряжены стальные канаты. И, дорогие друзья, это уже не стадия гаража Стива Джобса. Это, я могу сказать, что первые такие поставки маков. Я думаю, что все поняли аналогию. И как раз таки вот юнибайк был первое направление, с чего начали рождаться в новейшей истории Skyway адресные проекты. И, соответственно, от этого начала складываться именно новейшая такая капитализация. Я напоминаю, что 1 июля будет подкрыто и показано долгожданное направление. То есть, я видел еще уже, когда можно было увидеть тележку Юнитрака и Сергей Анатольевич еще более на серьезных этапах видел грузовой транспорт. Ну, а грузовой транспорт это максимальная капитализация. И как мы декларировали, дорогие друзья, так и будет, что в принципе в будущем возможно, что так же, как сегодня мы пользуемся мессенджерами, вайбером, ватсапом, скайпом, можно будет бесплатно общаться. Так же можно будет и бесплатно перемещаться. Именно вот за счет окупаемости грузоперевозками и за счет окупаемости инфраструктурными проектами. Ну и вообще в логике линейных городов, в логике умных городов такое понятие, а сколько стоит километр пути, оно уйдет на второй план. Потому что тут уже нужно будет высчитывать, а сколько стоит построить именно километр линейного города. То есть, это будет единая инфраструктура. И как раз таки вот все эти корифеи, гении цифровой экономики сейчас готовят, не зная того, именно плацдарм, основу под действительно экономику роботов, транспортных андроидов, умных городов, которые они думают, что кто-то создаст, а мы уже это делаем. И, соответственно, мы еще будем выбирать, а с кем же общаться, а с кем же вести взаимоотношения, потому что имеем право, дорогие друзья. И логике этой также идет и развитие по адресным проектам. Я напоминаю именно вот различие между посредниками и партнерами. То есть, партнер это все-таки тот человек, который берет на себя полную ответственность за развитие адресных проектов, полную ответственность за нахождение лоббистов, каких-то подрядных местных организаций, чтобы не просто привезти на экотехнопарк кого-то, а чтобы привезти далее, соответственно, уже вести конкретную работу по первым шагам адресного проекта, подписанию соглашений, чтобы головная компания уже занималась ресуршен-девелопмент деятельностью, то есть научно-производственной, работает НИОКР, и, соответственно, своими прямыми обязанностями без отвлечения на всякие побочные вещи и моменты. Поэтому, дорогие друзья, мы по-прежнему всегда рады общаться с Сергеем Анатольевичем по поводу конкретных предложений, не просто то, что раньше могли общаться, конечно, и по поводу предложений я хочу, потому что тоже делали первые шаги, но сейчас даже те проекты, которые в нашей команде рождаются, мы отсеиваем один за других и за другим, и только самые лучшие войдут именно в руки головной компании. Поэтому не обижайтесь, если кто-то будет говорить, что вот хочется сделать в своем городе непонятно как, подскажите первые шаги, вкратце первые шаги подскажем, но ввести как раньше и консультировать, тратить часы, а иногда дни, недели уже не будем, потому что времени просто недостаточно. Время сейчас нужно полностью направлять на одну единственную цель, которой мы все привержены, это строить SkyWay, спасать планету каждый день и давать дорогу в мир Транснету, ну и только, не только в мир Транснету, но и готовить уже актуальный существующий рынок для корифеев цифровой экономики. За трендами нужно следить, тренды нужно любить, анализировать и применять вовремя, но в каком еще проекте может быть это применено, где все объединяется в едином месте. Это единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная, социальная и даже финансовая в будущем сеть Транснет, которую создал еще более 40 лет назад Анатолий Эдуардович Юницкий. Благодарю, друзья, до скорых встреч на вебинарах, на конференциях. С вами Сергей Анатольевич Сибиряков и Суходоев Алексей. Стройская выезд, спасай планету. Счастливо. Мы испытываем сейчас на максимальную скорость Юнибайка на этом коротком участке трассы. Здесь всего 500 метров. Мы не можем от начала трассы до конца, поэтому где-то средний участок только трассы. И мы уже получили скорость 85 км в час. Вообще-то конституционная скорость Юнибайка и легкой трассы 150 км в час. И эту скорость мы в будущем получим, без проблем, только на более потяженном участке.